Всем привет, у нас очередной М271 в работе, конечно же по ГРМ, доскоп у нас внизу, цепочка уже протянута, но в этот раз немножко больше повезло владельцу этого автомобиля, несмотря на то, что пробег почти 200 тысяч, заглушка на месте, вот ее мы прекрасно сейчас видим. Для сравнения можете посмотреть, послушать как будет происходить запуск этого двигателя с пустой масляной системой, точнее с пустым ГРМ, при замене масла в моторе это будет для вас показателем, потому что когда масло сливается, выкручивается фильтр, устошается масляная система, в нее попадает воздух довольно-таки большое количество и муфты издают приличный треск, а благодаря тому, что заглушка стоит на месте, прокачивается система должна намного быстрее. Ну и как обычно установлен новый банджи болт с клапаном, он тоже влияет на систему ГРМ, потому что через него происходит слив масла, причем слив масла идет в турбины во впуск, из-за этого очень сильно засирается впускные каналы и клапана, потому что масло оседает, точнее масло оседает, да, на каналах и клапанах и к нему уже прилипает потом бокс, нагар и сажа, которая залетает во впускной коллектор при работе самого впускного коллектора, потому что он с вихревыми заслонками, довольно-таки хитрая там система для прокачки, ну и конечно же колечко здесь также новое. Все собираем дальше, у нас как обычно бюджетный ремонт, меняем одну мухту, человек просил подешевле сделать, но несмотря на это, на все это дадим гарантию как минимум, минимальную гарантию, но дадим, так как масло он заливает свое, если через десять тысяч километров он не приезжает на замену масла, то соответственно гарантия уже пропадает. Собираем дальше. Ну что, у нас практически все собрано, генератор уже на месте, ремень стоит, два ролика новых, которые без канавок, обводной и натяжителя. Новый термостат Вейлер, стоял тоже Вейлер, но он заклинил, перестал работать, что очень странно. Советовал поменять антифриз, судя вот по такой коричневой, коричневому цвету датчика температуры, там стоит не очень-то хороший. И вот такой вот слой герметика был под термостатом, сейчас покажу из-за чего. Проблемой этой теперь не будет, потому что здесь стоит новая крышка передняя и под нее я обильно накидываю смазку силиконовую, чтобы туда влага как можно позднее попала. Муфта впускная, оригинальная, новая, цепочка оригинальная, новая, цепочка 13, муфта в районе 40 тысяч рублей. Прокладки оригинальные, новые, успокоители естественно, вот эту трубку на турбину переуплотнили, клапан поставили, как показывал чуть ранее, посмотрели нижний натяжитель, он в норме. Также было диагностировано, что неисправен лямбда зонт задний, но по факту там оказалась проблема в проводке. Устранили, один провод там перетерся, опять же из-за раздолбайства предыдущих сервисменов, так скажем. Вот эта трубка, как обычно тоже, сосок у нее обломился, тоже поменяли, здесь уже вот модернизированная, с охлаждением лучшим теплообменника на коробку, но мне кажется это практически не работает, я у себя лично не ощутил какой-либо разницы. Вот этот шланг, термостат я вам показал, он три года всего лишь отъездил, даже два скорее всего. Ну и вот в такую вот ерунду превращается крышка. Здесь совсем все печально, мажь не мажь герметиком, антифриз он держать не будет. Крышка поставлена новая, 1406, это по-моему у нее старый номер, да здесь тоже 1406, актуальные к сожалению сейчас в Москве отсутствуют, отсутствуют. Крышка там в районе 10 тысяч рублей. Антифриз вот такой вот, вот его поменяем, нет не поменяем, хозяин сказал нет не надо. Клапаны вентиляции тоже заклинившие, хозяин нет не надо, не меняем, так пойдет. Ну вот и все, запуск не за горами, сейчас все до собираем, запустим и покажу внизу, где там перетерлась задняя лямбда. Вот два разъема больших, которые это идут на лямбду, зеленый провод первая лямбда, черный это вторая лямбда, ну и видно, когда проводка стоит не на месте, она со временем вот здесь так провисает, об защиту трется и благополучно перетирается. Кстати, вот и видно даже, вот в этом месте об защиту, здесь и терлась и перетерла. Один провод и все, подогрев отключился, лямбда была в ошибке, сейчас теперь все нормально. Также заменили вот эту трубочку, была полностью уже оторвана, вот она здесь стоит, 3000 рублей цена вопроса, либо меняете вот эту трубку, да, можно там вазовскую поставить за 300 рублей, но обычно мои клиенты готовы отдать плюс 3000 рублей, поставить что-то максимально похожее на то, что здесь было. Ставлю с герметиком, китайцы не особо стараются, пластик так себе, садится нормально, но не особо плотно, для уверенности, чтобы никаких масляных запотеваний не было, ставлю ее на герметик. Можно целиком купить эту всю трубку, она стоит, что-то там в районе 12 тысяч рублей, по-моему. Все, запускаем. Пробег у нас целых 230 тысяч километров, несмотря на это, нижний натяжитель еще был не дырявый. Все, запуск. Как можете услышать, практически мгновенно прокачалась масляная система, с нормальным нижним натяжителем, и все, тихо теперь и нормально работает. Нормально, кроме похожества вентилятора системы охлаждения. Почему-то сразу ушел в аварию.